Адвокат Кайсын Абакиров неоднократно в своей практике сталкивался с уголовными делами по изнасилованию, защищая потерпевшую сторону. Сейчас он ведет дело по изнасилованию двух несовершеннолетних. Говорит, что ужесточение ответственности за такие преступления повлечет за собой неизбежное наказание. В данное время я защищаю двух малолетних несовершеннолетних детей. Обвиняемые трое несовершеннолетних, которые были обвинены в совершении насильственных действий сексуального характера, но суд первой инстанции переквалифицировал на развратные преступления и применил пробационный надзор. 23 января 2024 года президент Кыргызстана подписал закон. Этот закон позволяет ужесточить наказание. Также исключена давность за совершение этих преступлений. Это все направлено для профилактики этих преступлений. Зачастую уголовные дела прекращаются в связи с примирением сторон, рассказывает председатель Ленинского райсуда Кымбат Архарова. Теперь же такая норма исключена. Рассматривать уголовные дела по изнасилованию продолжат даже после примирения обвиняемого с потерпевшим. Насильственные действия с сексуальным характером части первой, они подлежали прекращению. Естественно, если потерпевший написал встречное заявление о прекращении, суд вынужден прекратить дело, поскольку это написано у нас в кодексе в законе. И мы обязаны. Таких случаев было очень много. Сейчас данный закон не позволяет, значит, если даже потерпевшие пришли к миру, оно прекращению не подлежит. Тем самым, получается, лицо, значит, признанное виновным приговором суда, будет отбывать наказание от начала до конца. Согласно закону, который подписал президент Садыр Джапуаров, исключаются также срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применение апробационного надзора и освобождение под залог. Так будут внесены изменения в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. Мы, когда в 2019 году начали работать наши кодексы, мы пошли на гуманизацию. Да, возможно, по каким-то статьям, более-менее таким не тяжким статьям можно применять гуманное законодательство. Но по тяжким статьям всегда должно быть очень строгое законодательство. И тогда, я думаю, что в этом отношении преступление будет разы снижаться. Если мы возьмем пример в Америке, либо возьмем Францию, то у них там наказание очень жестокое. То там нету никаких пробоционных периодов, там нету никаких заявлений, на основании которых можно выйти на свободу. Все, человек совершил данное преступление, он строго, в соответствии с законом, он карается. Такие изменения необходимы для профилактики преступлений по половой неприкосновенности, исключающие лазейки в законодательстве, которые позволяли фактически избежать наказания за совершенное преступление. И такие нормы в кодексах, разумеется, подрывали доверие потерпевших к правоохранительной системе.